МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начнем. Многие бейчане на Новый год могут остаться без живой елки. В городе наблюдается дефицит хвойных деревьев. Как рассказывают продавцы, на складах бийской елок меньше трех тысяч. И этого явно недостаточно. Это стало одной из причин того, почему цены на новогодние деревья в этом году такие колючие. А я веточки взял, потому что тысяча рублей для пенсионера. Извините. До свидания. А сколько веточки стоят? 150 рублей. Это еще сходно. А вот за саму елку придется отдать в разы больше. Стоимость зеленой красавицы зависит от иглы, размера и пушистости. Цены стартуют от тысячи рублей. Максимальная цена – 4 тысячи. Хвойный эвбийск привезли из двух регионов – Республики Алтай и Кемеровской области. В нашем городе елочные базары заработали 11 декабря. Как отмечают продавцы, спрос пока небольшой. Многие приобретения живой елки откладывают на 20 числа декабря. Однако к этому времени уличные прилавки могут опустить. Елки в этом году мало. 2,5 тысячи завезли только в город. То есть, возможно, елок больше не будет? Да. Запретили елочные продажи, так как людям начали браконьерничать. И с 20 ноября закрыли проезды в город елки. Вот так как бы. То есть, у нас на складе в Бийске 2,5 тысячи? Всего у людей. То есть, есть несколько складов. И всего в городе 2,5 тысячи не больше. Даже, возможно, уже меньше. Возможно, именно по этой причине на некоторых торговых точках выставили подставки. А самого товара нет. Отметим, что в этом году елочные базары в Бийске будут работать до 25 декабря. Хотя, если все деревья раскупят и склад не пополнится, то закрыться придется еще раньше. Сейчас в день на одной торговой точке в среднем продают 20-30 деревьев. А мне нравится запах натуральный. Зайдешь и прямо вот сказка новогодняя. И детство вспоминается сразу. И вообще приятно на душе. В Бийске залили самый большой каток в городе. 4 тысячи квадратных метров. Уже больше 10 лет подряд на территории третьей школы. В зимнее время можно покататься на коньках совершенно бесплатно. В этом году нам, конечно, помог дождик. Сделал корочку. Мы буквально за два раза в пятницу и в субботу практически лед идеальный. Помогали друзья мои, родители. И, конечно же, водоканал, который уже 11-й год безвозмездно дает воду нам, работает для детей. Большое им огромное спасибо. Каток этот пользуется огромной популярностью. В выходные и в вечернее время он традиционно используется жителями густонаселенного микрорайона. В будни здесь проводят уроки физической культуры, а также занимаются внеурочной деятельностью. Учащиеся третьей школы поочередно занимаются фигурным катанием, осваивают хоккей с мячом и даже горку. Она, кстати, построена с учетом новых требований. Используют на физре. Катаются с нее на лыжах, отрабатывая спуск-подъем. Горку залили в пятницу, в субботу немножко подливали. Я говорю, сейчас будет снег, сделаем еще борта, чтобы дети с поворотом уходили безопасно в сторону. И уже заказан баннер о правилах поведения на горке, потому что все эти требования... Конечно, один из минусов, что дети поднимаются некоторым навстречу еще движению. Вот главное, вот это был момент немножко. Они поняли, что это опасно. И тогда будет здорово. Нагрузка на медиков в Бийске возросла в два раза. Причем произошло это не только из-за увеличения количества пациентов. Болеют и сами врачи. Поэтому лечение их пациентов ложится на плечи оставшихся здоровых коллег. Детей, сейчас заболевших, очень много. То есть из первоначальных, обычно, когда у нас идет 5-6 вызовов первичных, то сейчас у нас может доходить до 20-30. Это только на одном участке. Сейчас болеют дети и как коронавирусной инфекцией, но, к счастью, она в более меньшем количестве. В большинстве случаев симптомы похожи на грипп. Как рассказывают бийские педиатры, обычный рабочий день врача включает в себя как работу в кабинете, так и обход температурящих больных на дому. Сейчас из-за вирусов различной теологии нагрузка выросла и там, и там. Жителям Наукограда, которым приходится ожидать врача дольше обычного, нужно относиться к медикам лояльнее. Если вы замечаете, что ребенок болеет, то в первую очередь не нужно паниковать. Это всегда самое главное. Обеспечить ребенка адекватным уходом, то есть обильно поить этот момент, дать жаропонижающее. Если температура не спадает до нормальных цифр, то в этот момент можно ребенка где-то обтирать прохладной водой. То есть физические методы охлаждения, которые были первоначально до изобретения лекарственных препаратов, никто не отменял. А теперь расскажу о ковид-статистике. За минувшие сутки в Крае зарегистрировано 511 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле 149, в Бийске 39 новых заболевших. По состоянию на 13 декабря на лечении в инфекционных госпиталях региона с диагнозом коронавирусной инфекцией находится 2839 человек. Кроме этого 293 пациента с диагнозом вирусная пневмония. Количество тяжелобольных 612. Из них подключено к аппаратам ИВЛ 235 пациентов. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выздоровели 511 человек, умерли 28. 25 из них от ковид-19. А мы продолжаем. И вот о чем расскажем дальше. Сокровищница знаний. Как из Бийска попасть в президентскую библиотеку. Зов крови. Где в Бийске помогут составить генеалогическое древо. Утепляйтесь без переплат. В Ермаке. Огромное поступление качественных зимних курток и пуховиков по актовым ценам. Митрофаново 35. Остановка вокзал. Источник знаний в Бийске появился уникальный новый цифровой ресурс. Теперь в библиотеке семейного чтения работает удаленный электронный читальный зал. С бесплатным доступом к ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Буквально два года назад, 12 декабря, вот библиотека семейного чтения открылась модернизированной. То есть я радуюсь, что библиотеки живут, что в нашем городе такие библиотеки живут, развиваются. И представляете, два года, а у нас снова радость, у нас снова подарок. Мы радуемся и благодарны судьбе, что вот сегодня такое событие мы открываем. Удаленный электронный читальный зал президентской библиотеки. Это уже третий удаленный читальный зал в Бийске. В Алтайском крае их всего 22. Специалисты называют президентскую библиотеку сокровищницей информационных ресурсов, в которой находится более миллиона ценных документов. Жители Наукограда теперь могут пользоваться книгами, газетами, журналами, архивными материалами. По гражданственности, русскому языку, истории всего семь разделов, которые содержат ссылки на редкие материалы. Один из самых популярных в видеоконтент, научно-популярные фильмы, а также записи лекций известных российских ученых. Библиотекари уверены, что новый ресурс будет интересен, а главное полезен для школьников при подготовке к Олимпиадам. Студентам для докладов, курсовых и дипломных работ, а также всем жителям Наукограда для развития и обучения. В центре удаленного доступа предоставляется доступ ко всему объему документов фонда библиотеки. После регистрации в электронном читальном зале пользователь работает в личном кабинете, где сохраняется информация во всех документах, к которым он обращался. Поэтому необходимую информацию можно распечатывать и сохранять в электронном виде. Наполняют свою жизнь историей. Многие люди задаются вопросом о том, кто входит в состав их генеалогического древа. И часто бывает так, что этот вопрос остается без ответа. Однако есть те, кто действительно пытаются отыскать свои корни. К примеру, в Бийске есть родословное объединение. Члены его клуба находятся в постоянном поиске своих предков. Подробнее об этом далее в сюжете. Дерево не может жить без корней. Это его основа. А основой семьи, в свою очередь, являются ее родовые связи. Любой человек связан с историей, а генеалогия помогает ее проследить. И самое главное, дает возможность объединить людей, найти утраченную информацию. В последнее время теморода находит все больше своих сторонников. Если у нас был период истории, когда о истории рода не принято было говорить, это было опасно, даже опасно для жизни, то сейчас у нас качели качнулись вообще в обратную сторону. И люди интересуются и с точки зрения составления генограмм, и с точки зрения расстановок родовых, и с точки зрения генетики, обращаются к этой теме. Бийское родословное объединение работает с 2018 года. За это время прошло 30 встреч. Они проходят в культурно-выставочном центре Беловодье. На них побывало порядка 50 участников. Из них около 20 человек составляют костяк команды. Они не жалеют своего времени, чтобы узнать, кем были их предки. Некоторым в поисках удалось дойти до девятого колена. Я общаюсь с родственниками, очень много с пожилыми своими людьми, там двоюродные, прабабушки. И вот они помнят родовые легенды, сказания о том, что у нас были в роду дворяне, но пока что мы эту информацию не подтвердили документально. А по переписям есть гипотеза, что мы из однодворцев происходим. И какие-то веки происходят из крестьян. Валентина Гетманская пришла в родословное объединение не так давно, два месяца назад. Однако она быстро влилась в тему. На руках у нее была книга однофамильца Владимира Шматова. И у нее есть желание написать свое дополнительное издание. Он утверждает, что мы все с этой фамилией уже пять веков, в какой-то мере, родственники. В этой книге для меня она была очень ценна, потому что там сказано о моем пращуре, фамилия которого появилась в конце 15 века. И самое главное, на 104-й странице, книга «Фолиант», 600 страниц, красивая, хорошо оформленная. Своего деда, я даже не знала его отчества. На 104-й странице увидела его фамилию. Шматов Степан Иванович, 1880 года, репрессирован в 1937 году. Собирать информацию об истоках рода тяжело, но вместе с тем увлекательно. Новичков здесь вдохновляют и подсказывают, как начинать поиски. Есть определенный алгоритм. В частности, нужно опросить родственников, обратиться в ЗАГС, поработать с архивами. Кроме того, существует множество сайтов, где собрано большое количество информации. Главное – не терять надежду и верить, что все получится. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. И к новостям спорта. В Бийске в рамках международной декады инвалидов состоялся Кубок Алтайского края по настульному теннису среди незрячих и слабовидящих спортсменов. В Наукоград побороться за награды приехали участники из Бурнаула и Рубцовска. Всего места на пьедестале почета оспаривали 15 человек. Каждая встреча была очень эмоциональной. Особенно жарко было в финальных поединках. В итоге у мужчин первые три места убийских спортсменов. Золотую награду завоевал Андрей Фефелов. На этом турнире ему не было равных. Вторым стал Евгений Самородов и замкнул тройку лидеров Константин Матюшков. Среди женщин на первой строчке турнирной таблицы – Бичанка, представительница третьей школы-интерната Алена Батищева, которая в финале уверенно обыграла Марину Миллер из Барнаула. Соревнования, как всегда, прошли на высоком уровне. Это своего рода подготовка и проверка сил перед крупными стартами. А теперь пришло время рассказать о погоде на завтра. Спонсор прогноза – компания «Строймир». «Строймир» теперь в городе. Строительство и ремонт без хлопот. В магазине представлен широкий ассортимент строительных материалов. Блоки строительные, кирпичи, строительные профили, пиломатериалы, ОСП, ДВП, ДСП, теплоизоляция и крепеж. Наши операторы помогут вам определиться с выбором, оформить заказ и доставку в удобное для вас время. Магазин «Строймир». 14 декабря в Бийске будет пасмурно. Ожидается снег. Ветер западного направления слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью – минус 11, минус 13, днем – минус 12, минус 14. И это все новости на сегодня. Все вам самого хорошего. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, группах «Бийск мой город», на ютубе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» и «Вор.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...